Я Атажанов Тимур, агроном тепличного комплекса Таврия-Скиф. Сегодня 10 января и мы сеем томат для первого оборота выращивания. Томат у нас будет занимать площадь 1,5 гектара. Какие гибриды мы сеем? У нас будет 4 основных гибрида. Первый по объему это гибрид у нас Бастина. Сеем мы ее 25 тысяч. Гибрид компании Сингента. Выращиваем мы уже его 4 года. Хорошо себя зарекомендовал. Ранеспелый. Высокая стандартность плодов. Следующий гибрид это гибрид Врестлер. Компания Деройтер Семенис. В прошлом году у нас он был на испытаниях. Хорошо себя показал в крайних рядах. Там где высокий перепад по температуре, по влажности. Не самые оптимальные условия, которые могли быть в теплице. Несмотря на это, этот гибрид завязывал все цветки. Наливал эти плоды. И на уровне Бастины вступил в плодношение. Это гибрид красноплодный. Следующий гибрид в объеме 5000 семян мы сеем Капанет. Компания Сингента. Это гибрид с ограниченным ростом в 5-70, полудет. Главная задача этого гибрида получить не наибольшую урожайность, а концентрированно отдавать раннюю продукцию. В то время, когда цена находится на высоком уровне. И четвертый гибрид. Гибрид компании Клосс. Французской селекции. Это Панамера. Также у нас он был на испытаниях. Разоплодный томат. Плод 200-220 грамм. Глубокий малиновый окрас. Насыщенный. Также концентрированно отдавал первую, вторую, третью кисть. Эти 4 гибрида подбирались следующим образом, чтобы добиться наибольшей суммы денег с площади, например, с метра квадратного. Для этого гибрид должен быть ранен спелый, с высокой стандартностью плодов, высоко качественным. И концентрированно отдавать первую, вторую, третью кисть. Пока цена находится довольно высокая. Испытания мы проводим у нас. Мы каждый год оставляем одну теплицу, это площадь 5 соток. И различные гибриды мы там садим и подбираем себе. Введем учет, какой гибрид когда мы собираем, в какой цене, в какой качестве плодов. И делаем выводы, подбираем себе гибриды. Какие гибриды мы сеем, мы разобрались. И как мы это делаем. Мы используем кассету, пластиковую, в 160 ячеек. Заполняем ее торфом. Торф берем мелкий по структуре, специально для мелкосимонных культур. Фракция должна быть меньше 6 мм в размер частиц. В данном случае мы используем торф кекела. Заполняем кассету. Смачиваем ее водой. Увлажняем. Вода должна быть подогрета до температуры 24 градуса. Не выше, чем 25. Так, при этой температуре вода теряет кислород. А он необходим для прорастания семян, таких влагов. Смочили кассету. Специальным маркером под 160 ячеек мы делаем углубление в кассете. И в центр ячейки, в каждую по одной, мы вылаживаем семечки. Выложили эти 160 семечек томатов. Сверху просыпаем сухим торфом, прижимаем. После того, как мы прижали, семечка контактирует полностью с торфом, не висит в воздухе. И сухой торф подтягивает себе влагу. После этого мы выставляем, мы видим, наши кассеты на поддоны. И накрываем пленкой, чтобы влага никуда не испарялась и способствовала прорастанию семян. Создаем условия по температуре в 24-25 градусов. Не в воздухе, а в теплице, где мы находимся. А в ячейке, где находится семечка томата. И в этих условиях влажности, правильной аэрации и температуре 24-25 градусов. Мы получим сходы 3-4 дня от посева. На четвертый день у нас будут сходы в 50-70%. В это время мы включаем свет, который сейчас горит. Это досветка, это натриевые лампы, ДНАЗ. У нас они расположены из расчета 100 Вт на метр квадратный. На высоте в 2 метра. Метр 80-2. Включаем досветку на 3 суток. Это необходимо сделать, так как еще сходы будут не 100%. И чтобы первые сходы не вытянулись при температуре 24-25 градусов, мы включаем досветку. И растение получает нужное количество света и не вытягивается. Так как у нас дни пасмурные, и свет, который приходит днем, его недостаточно. Когда мы получаем 97-100% сходов, мы свет выключаем и держим в следующем режиме. В 5 утра мы выключаем свет и светим до 9 часов утра. Если день пасмурный, то мы не выключаем. Если солнечный, то выключаем. Выключаем и в следующий раз мы выключаем в 4 вечера и выключаем в 10 ночи. То есть с 10 ночи до 5 часов утра у нас ночь. В это время здесь полностью темно. Растения перерабатывают тут усвоенный свет в течение дня. И они не видят никаких источников света. Температуру и режим после всходов мы опускаем до следующего уровня. Днем, если солнечный день, мы держим на уровне 22 градуса. Если пасмурный день, 21 градус. Ночью, соответственно, 20 солнечный, если был день, и 19, если был день пасмурный. В таком режиме, до светки и температурном, мы растим наши растения в кассетах до того, как они будут друг друга затенять. Это через 2 недели, через 15-17 дней. Необходимо их будут распикировать в пол-литровые горшки, в которых они будут расти до того, как мы высадим их на постоянное место. В это время, когда растения еще будут расти в кассете, мы их прольем, возможно, один раз водой, в которой будет содержаться препарат Привикур Энерджи. Для профилактики корневых заболеваний и, там еще возможно, стимулирования корневой системы. И больше мы никаких мер проводить с нашей рассадой не будем. Не подкармливаем, так растение еще маленькое, ему подкормки не нужны. И их достаточно, тех подкормок, которые есть в торфе. То есть, температурный режим, световой режим, один раз пролить, сделать профилактику от корневых заболеваний и ждать того, как растение будет готово к пикировке в пол-литровый горшок. Следующее видео мы снимем, как будем проводить профилактику заболеваний корневых с помощью Привикур Энерджи. Это где-то через 10 дней.